всем привет добро пожаловать на мой канал снимаю сегодня очередной хобби влог решила раскрасить средиземья мы здесь сырые красим каждый месяц стараемся по порядку красить но этот месяц не исключение в общем то у меня здесь пару пропущенных нужно будет тоже их докрасить я здесь хорошо преимущественно лирой вот они докрашены одна работа не доделано скажем так я была уезжала летом и не в июле получается юльскую не сделала дальше что дальше в основном преимущественно здесь лира бывает magic и ну дерево это magic но и немножко скалы и так далее хорошо иногда vista артиста акварель на если мне нужны добавляю здесь вот один рисунок был акварельный не влазим кадр камера высветляет я смотрю поярче все-таки работы она как-то их прямо засветляет ну это не не проблема в общем я здесь раскрашиваю преимущественно лирой но такие вот получается но я смотрю некоторые карандаши такое знаете чувство не покидает что они все-таки выцветают немного светлее стало вот у меня тоже пропущено потому что у девчонок уже книга была у меня еще не было и я несколько иллюстраций по моему сидела раскрашивала потом про сама здесь мы с милой красили пару иллюстрации проскочила вот по моему разворот проскочила и мы уже начали сырой красить по порядку по моему это было так уже не помню за два года безумно люблю этот фильм люблю эту раскраску с удовольствием раскрашиваю экспериментирую в ней в общем этот месяц не исключением так ну и почему начала снимать собственно греха часа немного пораскрашивать может быть даже поболтать дело в том что когда у меня появились новые карандаши и брауберг многие спрашивали про них какие они что они в общем все в таком духе и решила я по раскрашивать непосредственно эту иллюстрацию именно брауберг карандашиками полностью и кожу и самих персонажей ну в общем все здесь брауберг ну за исключением совсем чуть-чуть где-то добавляла magic обычно лира у меня здесь но вот в этот раз брауберг во первых чтобы попробовать по раскрашивать во вторых ну наверное чтобы видели что из этого выходят сами карандаши вот они от брауберг придется немножко убрать в сторону ой пошумим в общем вот так это получается так наверное лучше будет видно вам не знаю я ну допустим не знаю вот лира как всегда в иллюстрациях да ну и вот собственно говоря брауберг ну сказать что я там тут прям совсем вижу конкретные такие бешеные отличия я не сказала бы мне кажется в общем то все прилично все хорошо никаких таких вот проблем я не наблюдаю именно с брауберг камера чуть-чуть высвечивает она гораздо ярче здесь тоже собственно говоря не знаю я не могу сказать что все плохо я бы сказала даже наоборот меня устраивает нанесение меня устраивает цвет ну в общем вы все видите и сказать что прям все плохо я не скажу естественно наносятся хорошо легко даже вот игру получилось не знаешь насколько хорошо судить но мне нравится меня устраивает достаточно ярко так получилось кожу раскрасить им но здесь понятное дело еще тот факт что здесь гномы хотя в общем то это люди да вот здесь были и лира и немножко других карандашей но как-то не особо довольна а здесь больше даже мне нравится сама непосредственно работа поэтому конечно же судить вам нужно не нужно эти карандаши и нравится не нравится ну вот меня устраивает результат я довольно вполне думаю взять карандашик каким раскрасить сумку они достаточно вполне мягкие если сравнивать с многими не скажу что прям бау супер мягкий нет но достаточно мягкий карандаш легко наносится опять же решать каждому кто к чему привык ну вот если я очень люблю давить здесь этого даже делать не нужно если надавить понятное дело будет более темный цвет вполне меня устраивает по яркости то есть можно но всегда можно взять как говорится если вас что-то где-то не хватает вам цвета и так далее можно всегда в общем то взять блендер можно взять еще что-то какие-то карандашки ну не обязательно ждать ним набором красить я например не всегда вообще мне нравится взять одни какие-то один какой-то набор им красить но очень часто я так сказать другие в помощь вот в данном случае я склоняюсь сегодня не знаю почему здесь всего мне достаточно я вполне скажем так мне достаточно здесь карандаша и оттенков если говорить о цветах а наборе мне всего хватает но почему-то сегодня я решила что вот эту вот зелень ну и скорее всего камушки не знаю я давно так не делала общем я хочу взять мандалузу не знаю почему может быть здесь вот так как уже начала до крашу может быть мандалуза сверху вот опять же каранда обычные может мы посмотрим но склоняюсь к тому чтобы раскрасить именно акварельными карандашками именно мандалузами у них такие оттенки мне нравится мне нравится мандалузы знаете как вот в моем понимании они как такая осенняя что ли палитра у них больше к осени подходки такие оттенки всем красивые теплые именно вот под осень подходящие может кто-то со мной не согласен но это вот мою мне так кажется мне так видится в общем я к тому что они для меня такие прям теплые осенние под какую-то природу зверушек знаете вот то есть они не сказать что прям яркие они такие слегка в моем понимании все-таки блеклая мандалуза особенно когда уже размыл высоха но здесь вот как то и как я уже сказала природная на мой взгляд здесь они должны быть зайти хорошо ну как по во первых хочется чего-то уже нестандартного видимо уже под надоело да приелась что одно и то же лира лира а может быть просто вот сама иллюстрация располагает до хочется чего-то вот видите можно чуть поднадавить и уже другой цвет даже цвет немножко меняют как бы уже поинтереснее становится не знаю пока думаю мне бы хотелось конечно наверное все таки акварельные сюда карандаш и в этот раз потому что акварель здесь не очень здесь собственно для вообще бумага с водой не дружит могут я надеюсь что акварельные карандаш и можно будет здесь подразмыть слишком много вот этой и зелени и причем не просто слишком много зелени а здесь вот такие участки есть в некоторых местах которые я не знаю даже как это как это может быть даже гуашь попробовать сюда одно на другое накладывается и вот тут вроде вырез на вырезана рисун она листочки вырисовали да что ж так выделили да вот эти вот прорисовали листочек но в то же время под ним какая-то вот пустота ну понятно здесь камешки может быть это здесь вот как-то пустота здесь вот участок но в общем не знаю поэтому скорее всего скорее всего это будет все-таки акварельные карандаши на что тут вот бельчата вроде как бельчата все смотрю на них смотрю как их красить на всех товарищей и я хочу рискнуть попробовать не знаю получится не получится и что из этого получится надеюсь что хоть что-то да хорошие потому что не всегда эксперименты проходят так как планируешь порой это как-то не всегда получается иногда даже да получается испортить наоборот а не раскрасить но в целом ничего страшного в целом мне бы хотелось поэкспериментировать попробовать как бы уже поднадоело все в одной паре это наверное нормально уже наверное это какой-то рост тогда в раскрашивание не скажу что прям вау я расту и мой скилл но скорее это просто наверное я уже именно как сама по себе для себя до считаю что растут в том плане что если раньше я четко старалась красить что-то в одной паре особенно здесь то ну так как еще здесь персонажи все одни и те же и я уж совсем сильно их не переодевала не меняла старалась более-менее выходной паре красить и ну можно сказать четко следовало карандашам да ну скажем так чтоб сильно не выделялись не отличались чтобы как-то это было в моем понимании по крайней мере красиво и это было нормально но видимо со временем когда ты все больше и больше да мне кажется даже вот браубергом ярче я уж не знаю может быть просто эти эти тоже были до здесь допустим лирой достаточно ярко может быть все таки от фона еще зависит потому что здесь уже я бы не сказала что ярко здесь совсем но опять же здесь немного акварель я боялась слишком ярко делать потому что все как мы знаем протекает хотя здесь вот эта иллюстрация была вся акварельная в основном камере по кругу и да поэтому может быть и нормально было а в какой-то момент и я когда вот со временем когда косичь начинаешь привыкать уже и чему-то новому учиться какие-то навыки появляются умения чуть больше уже умеешь чем обычно и наверное уже поэтому становится неинтересно одно и то же когда на одной тот же манер красить хочется уже чего-то нового может быть и так не не берусь пока утверждать у меня здесь охра они без до без названия тут они под по цветам но я судя по цвету такого христый оттенок наверное немножко их пройдусь охрой вроде как это белочки я так думаю но прям ярко рыжих прям совсем совсем рыжих не очень хочется пусть они будут для начала им такой задать оттенок о христ и она все-таки чуть-чуть пусть будет так вот опять да здесь вот это вот прямо смотрите наверно зелень под ней должна быть ну и плюс вот такие еще моменты когда непонятно не совсем понятно что и как ну не знаю я на сто процентов не уверена но можно рискнуть попробовать вопрос конечно интересный насколько это получится или не получится уже будет видно потом но с другой стороны ну не получится но ничего страшного в общем то я прекрасно осознаю что я не профессионал не училась нигде художки ну кроме да вот этих первых там несколько три-четыре года изо в школе не более того поэтому не страшно даже если уж не получится я сильно не переживаю на этот счет вот так вот получается я крашу опять же в своей вот этой манере многие сейчас скажем где-то что-то нелогично я у меня такой знаете это есть такой вот момент пунктик я не буду сидеть вырисовать каждую деталь до совершенства и пока не вырисовываю потом след к следующим переходить нет мне как-то все это проще происходит вот взял увидела до кого что-то раскрашиваю взяла карандаш крашу взгляд полно что-то это и дальше пошла то есть потом здесь еще полону как дорабатываю то есть не зациклена на одном я просто знаю девочки многие вижу вот когда снимают как красят пока вот эту деталь сейчас сумку не доведут до полного так сказать но в ихнем понимании совершенства они не перейдут к другому ну мне как-то с этим не по так не получается мне не интересно и нет а в процессе когда там там крашу я потом в общем то наоборот больше вижу здесь нужно бы добавить здесь нужно бы убрать опять же насколько это в моем понимании правильно каждого свое получается у нас сумочка вроде как сумка портфель не знаю как это раньше называлась как-то на дому же уточнить ну и вот так вот все это хозяйство получается мне нравится единственное что мне здесь не достает оттенков именно в плане я бы вот как тут плащи сделала таким вот я крашу да и надеюсь вам видно таким вот олива что ли зеленым у меня есть такой от полихрома со да это олива наверное она есть собственно говоря но не совсем это олива будет наверное не сказать здесь светлее наверное будет но можно попробовать где с наименьшими потерями так сказать попробовать раскрасить сначала тут нанести здесь она даже не олива не хочет что приходит здесь вот а потом уже более темные может ну что там какие-то знаете я плюс привыкла им делать зеленая здесь прям в избе в избытке зелени мне не хочется серого здесь совсем много серого тем более что будет достаточно на земле серого его тут что не пойму что тут такое лежит понятно вот и мне бы хотелось не знаю даже не знаю чего бы мне здесь больше хотелось но как бы я привыкла я уже привыкла что у них плащики вот эти вот накидки определенного оттенка здесь этой зелени достаточно много и вот на фоне этого как-то побаиваешься до что сильно не сильно не слилось ну можно в общем то рискнуть подкрасить здесь вот можно в общем то смешать несколько разных карандашей как я уже говорила я стараюсь одним набором украсить как правило имеется ввиду если взяла ли это только в основном лирой нам иногда в редких случаях висту добавляю как правило этот подушево сапог вот это вот как раз плитка у них неплохой оттенок для этих целей но как правило одним крашу редко когда вот 10 штук в помощь только если уже если беру еще какие-то другие карандаши до другого производителя это если мне не хватает оттенков в данном наборе или еще что-то ну как правило вот так допустим когда очень много зеленых и не знаешь уже какой как смешать начинаешь в других наборах брать потому что бывает цвет вроде как заявлен один и тот же у разных наборов мы все равно у них оттенки разные хоть один и тот же цвет вроде бы так ну вот так даже наверное может не супер-пупер но поинтереснее будет поэтому я нужно взять что-то сюда даже светлое примешать чтобы поярче это было сделано вот так вот ну вот как вы понимаете в очередной раз намешала они хорошо кстати между собой смешиваются мне почему еще браубер понравился он тоже как и допустим ли 1 полихрома сам неплохо смешиваются и на друг друга ложатся вполне себе неплохо также и тут получается вот видите поверх полихрома со и наоборот ну полихрома с понятное дело по крайней мере если уж не на все прямо без исключения то на большую часть карандашей он хорошо ложится с ними дружит вполне здесь вот брауберг прям неплохо с ними тоже не конфликтует по крайней мере уже хорошо меня уже радует что он не конфликтует видите запросто смело так и сверху поверх рисует и на него ложится брауберг что конечно радует потому что иногда вот они как я говорила по необходимости ты красишь и если карандаши начинают конфликтовать то это конечно то это уже проблема в целом ну вот так смотрите получается мне нравится единственное что мне не нравится сейчас я попробую добавить вот тут вот выглядят и я не пойму волосы это выглядывают там или это трава была в общем так что я схватила на на не тот рыжий которым красиво тут более красным получилось а здесь у меня просто желтого добавлено там нет ну пусть будет добавим еще сюда красного вот целом меня устраивает я думаю вы видите тоже карандаши достаточно прям я бы сказала даже больше чем достаточно почему начала ими красить именно ну вот как раз таки потому что очень много спрашивали как тебе что тебе стоит не стоит я не могу узнать и девочки на стопроцентовская стоит не стоит потому что ну на вкус и цвет не все разные знаем пробовали вот и в то же время одинаковые да казалось бы поэтому кому то нравится мне вот видите зашло а кто-то сейчас напишет я попробовала ерунда то есть у каждого свои предпочтения и очень редкие какие-то материалы которые нравятся наверное ну если уж не всем без исключения тупо в большей части людям нравят больше как бы большей части поэтому решать конечно вам но как такой более бюджетный вариант если ну понятное дело сравнивать там с полихромом и сам еще с чем-то более дорогим то конечно я так думаю вполне можно их купить пользоваться имеют место быть не скажу что прям пау я теперь всегда их буду брать нет но как вариант если хочется чего-то нового или если нет возможности там что-то более дорогое взять то хотя по моему сейчас вы знаете не знаю по штучно они продаются все карандаши и каш понимаю сейчас многие начнут опять нервничать ведь вот заелись завод делывали за закушались и так далее на плане покупок что вот все им дешево все им просто нет я понимаю как трудно особенно когда не за что взять я это все прекрасно понимаю но сейчас по штучно продают и так далее то есть можно себе позволить тем более что я например для себя сделала вот мне многие говорят что ты мучаешься купи сразу полный набор и не парься у тебя сразу будет весь набор и не будешь потом докупать искать так далее я вроде как и согласна с таким высказыванием даст этим мнением что да уже взял и не паришься у тебя все оттенки есть но с другой стороны все тебе не что-то не понравится или не подойдет потом куда это не три лишних карандаша это 120 если что-то пошло не так согласитесь использовать их нет ну даже очень мягкие вот призма они супер мягкие то как бы я бы не сказал что мне прям некоторые оттенки хорошо идут но и даже скоро придется до докупать и даже пару я уже докупала но это скорее исключение чем поэтому не знаю не на все не на не во всем согласна с этим высказыванием потому что но если вам что-то не понравится тем более что же первое впечатление бывает очень обманчивым как в одном направлении так и в другом то есть может понравиться сначала потом думаешь оспе и зачем мне это взял а бывает наоборот купил пробуешь думаешь ну вот зачем я взяла эти карандаши а через время начинающими красит нашему как хорошо что есть и наоборот бывает радуешься все думаешь бау теперь у меня есть карандаши со временем на выкраску сделал прям нет слов одни и слюни проходит какое-то время и понимаешь что ты потратил деньги зря то есть первое впечатление она всегда обманчива поэтому я все-таки больше склоняюсь к тому что наверное все таки лучше наверное покупать по штучно если не уверен особенно очень дорогие карандаши все-таки лучше брать либо маленький набор либо по штучно дабы попользоваться по раскрашивать понять что тебе нравится в них что не нравится одни только карандаши касается это не знаю и брашей и тем более акварель там гуаш потому что я уже с таким сталкивалась что вот схватила безумно рада понимаешь что ну наверное не особо то и надо было не особо то и хорошая и наоборот купила попробовала что мне не зашло не понравилось я под расстроилась со временем начала прям активно пользоваться и поняла что зря я на них так негативно скажем так поэтому я тут не совсем согласна что надо хватать скорее дорогой сразу большой набор нет скорее все таки лучше взять ну 12 на просто слишком мало ну в силу цены все-таки начинать надо 24 я думаю это самое то их достаточно чтобы хоть немного но по раскрашивать и понять 24 36 40 уже даже много вы прошу прощения и я думаю что этого будет достаточно потому что не попробовал все равно вот когда я сколько смотрю обзоров бывает да и загораюсь увидел что-то моему думе тушку переборщила думаю ну все это моем я тоже хочу мне край надо купила попробовала но вроде даже и ничего так но проходит совсем небольшой промежуток времени я понимаю что блин блин видим все сказано и такое бывает поэтому да я все таки последнее время предпочитаю сначала совсем чуть-чуть а потом уже более что-то объемное большое много ой книга большая и не совсем это удобно мне прям нравится как получился пиджак у этого хоббита не знаю видно вам будет мне бы хотелось конечно чтобы вам было видно надеюсь засвечивает все но мне прям так нравится как получился в этот пиджак прям удачно получилось смешать их эти карандаши вот поэтому конечно же лучше сначала экспериментировать с наименьшим количеством а потом уже переходить к более большим дорогим набором чтобы не было так скажем таких вот моментов сюрпризов так но здесь придется зеленый а потом уже все таки если подошло значит брать большой набор не подошло значит но ничего страшного до маленький все равно так или иначе используется ну даже если будет какой-то период у меня у вас лежать просто вот то не так жалко буду допустим если вы потратите тысячу или две нежели двадцать две согласитесь здесь конечно уже будет не так все просто будет достаточно обидно поэтому вот это узелок или палец вот так вот как он держит наверное это палец слушайте я конечно могу ошибаться ну вот к слову да тоже еще есть такой момент пока не раскрасишь не поймешь что это до последнего больше уверен в одном в итоге выяснится что это все таки как вот сейчас мне казалось тут ткань все белое сразу не поймешь ну наверное это все таки пальчик да вот ближе все таки похоже на том что это рук под руки все таки ну пусть лучше будет пальцем случае поэтому не бойтесь пробуйте но в то же время так скажем с умом потому что я вот допустим на некоторые карандаши конечно сейчас сижу и понимаю что не стоило брать не потому что сами все карандаши плохие а видимо потому что это не моё допустим я купила от санет графитовые карандаши я была в таком восторге я попробовал я насмотрелась обзоров у девочек в покупках там в обзорах так далее я думаю вау здорово особенно знаете многие их и брали специально для того чтобы архитектуру какие-то здания домики красть я думал круче уже просто некуда и карандаши сами затем уже фактически рисуют но они наверное так и есть но мне как-то вы знаете тоже схватила купила прям тут же как увидела думал я сейчас тоже буду красть они еще водоразмываемые но чем больше проходит времени тем больше я понимаю что не мои вообще не мои карандаши и как бы я не старалась как бы я не пробовала их все-таки использовать не получается меня с ними подружиться я прям уже и так и всякое в общем и не как ты хоть тресни не мои карандаши и я пробовала мне ничего не получается не получается и не нормально раскрасить если размываю вообще ерунда какая-то его в очень редких исключениях я ими там пользуюсь когда мне нужны такие вот прям приглушенные до графитовые оттенки это так редко и мало бывает что ну крайне поэтому все таки да нужно осторожно и все-таки брать тестировать я знаю вот допустим но я не буду говорить за другие города я просто знаю конкретно за два города да остальные просто не знаю не видела но я вот допустим было в санкт-петербурге там допустим есть арт квартал есть еще один магазин есть стол точно не скажу как он называется я так понимаю как прав идет для художников потому что очень много именно для рисования и именно вот краски акварель масло такое направление знаете всякие эти тюнике и так далее кисти там но есть немного к все-таки такое но в этой канцелярии новомодной и вот там можно прийти попробовать эту канцелярию то взять листочек до сделать небольшие такие пробные выкраски по потестировать попробовать подержать покрасить размыть но в общем и не важно что это акварель там карандаш или фломастеры и общем все что угодно как бы смело разрешают да то есть ты уже для себя решаешь прям там можно уже в принципе первое впечатление можно уже сделать там прямо магазине можно попробовать уйти дома переспать с этой мыслью да и уже потом на следующий день если после того как ты переспал с этой мыслью и решить уже надо тебе или не надо это и тогда уже возвращаться если надо в магазин что тоже согласитесь очень здорово ну кто-то может наоборот ты идешь целенаправленно купить и там еще раз ты уже пробуешь тестируешь да и уже исходя из этого решаешь брать не брать я знаю что есть такие магазины в москве есть в питере но в питере вот конкретно я знаю прям арт квартал один из немногих да и вот этот вот для художников как там так интересно но тоже что-то типа из живопись не живопись написано все для художников там очень хорошие продавцы мужчина там по крайней мере в этом магазине где было там мужчинка очень такой доброжелательный хороший мужчина разговорчиво он прям подсказывает показывает я вот тоже кисть искала и все боялась мне показала нет не то не тонгал на попробуй попробуй сделать то что ты задумала да может быть это если уж прям не так есть но может быть с этой сможешь то есть прям вот даже я бы сказал настаивай да что не бери вот эту нет на вот попробуй четко это вообще когда мне начинают за меня как бы настаивать решайте не очень это люблю но здесь прям я действительно это правильное было решением вот но я так думаю что и в москве тоже их много может быть и в других городах есть я не знаю на свою ингу и допустим нету у нас есть этот магазин темп и даже где-то что-то можно немножко попробовать но в целом вот так вот да как там не попробую больше здесь поэтому а я к чему еще это говорю что не стесняйтесь и кто живет допустим в питере кто живет москве обязательно ходите пробуйте тестируйте потому что действительно канцелярия не из дешевых по крайней мере большая часть этой канцелярии не из дешевых и конечно же лучше попробовать непосредственно магазине есть еще такой может добавить здесь так много вот помимо зеленого здесь много будет коричневых и вот они немножко сбивают с толку я даже не знаю что еще сюда воткнуть чтобы вот этого было достаточно но в общем целом была суть сегодняшнего видео скорее даже была такая знаете немножко немного показать вам как ведут все карандашики да вот как ими если раскрашивать этими карандашами как они себя ведут как выглядят все вот все такое что вот спрашивали девчонки здесь опять же не знаю вроде как и дерево но в то же время как будто на ощупь дерево все-таки больше по крайней мере вот тут где подточено я не знаю как тут здесь вроде как дерево но не знаю могу ошибаться опять же потому что часто спрашивают а это дерево сейчас сознать такие вот эти вот новомодные все технологии что иногда не понимаешь что это но пахнет знаете каким-то пластиком но это скорее всего от упаковки ячейки пластиковые они прямо открываешь коробку сами карандаш и нормально коробка прям это единственный минус я прям подразочаровалась а так в целом все в порядке поэтому не бойтесь не не знаю я акварельные не пробовала именно эти брауберг а вот сами карандаш и неплохие если сравнивать я могу конечно потом насколько я могу показать просто на примере до раскрасить ну не то чтобы рассказать даже на бумаге можно из точки если сравнивать они похожи кстати брауберг надеюсь камера покажет брауберг и фабер костыль они чем-то даже похоже здесь просто он стандартный круглый здесь треугранный но в целом они кстати похожи я даже не знаю греут как будто дерево с чем-то смешно но это вот деревяшка и даже трогаешь здесь вроде как тоже а в то же время не знаю может быть здесь дерево чем-то покрыто еще раз тут и писали и в общем непонятно но мы когда сравнивали эти неплохие но фабер костыль лучше этих в таком случае да ну а дальше уже понятное дело более дорогой сегмент то есть если смог разбираться между брауберг и faber то конечно faber лучше вот брауберга чуть-чуть лучше брауберга потом вот этих флу вуд он получше не знаю решать решать вам девчонки опять же я сгорю по принципу скорее кому что нравится может быть кто-то больше на кому-то больше так нравится кому-то так ну тут тоже опять же вот от предпочтений потому что игру невозможно мне может понравиться кому-то сейчас тут увидеть пойдет купить скажет боже как ты тоже мне однажды было такое девочка что купила я видимо что-то не понравилось начала писать что бумат вы блогеры все врете я не могу мать и дело даже не в том чтобы блогеры все врете да может где-то бывает и преувеличу девочки но мне соврать нет такого да не только мне другим допустим да нету такого резона врать в том плане что я их купила за свои деньги да не важно там имеется виду я муж но не важно не суть то есть купили за свои деньги и они не пришли на обзор то есть какой мне смысл врать их нахваливать допустим из отвод в вечно блогера нахваливают но я соглашусь там если какой-то обзор еще что-то но тут даже вот как бы смысла нет обманывать поэтому не знаю тут я не совсем согласна поэтому с таким уж утверждением ну вот такая получается иллюстрация я уже прям время по времени прям супер долгий получился блок у нас с вами вообще какие-то они у меня прям длинные стали получаться вот такая вот получилось или получается иллюстрация в целом я довольна мне нравится достаточно ярко и интересно такие вот они получаются чудики нашим не знаю я довольна мне нравится и и в общем то как я уже сказала большого большой такой супер разницы допустим от лиры ну я не вижу мне кажется даже ярче здесь получается мы посмотрим со временем да допустим через пару месяцев что будет именно по светостойкости пока ничего сказать не могу вот такой вот у нас болтокрас получился с вами сегодня прям такой длинный длинный спасибо что были что посмотрели пишите комментарии может кто-то уже красит такими карандашами пишите насколько долго у вас вот этот вот цвет все остается держится будет интересно послушать подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии всем хорошего настроения весеннего скоро весна тут буквально осталось пару денечков поэтому не скучайте не хандрите никому не всем здоровья не болейте ну и пока пока